Кстати, вот Трамп призвал граждан отказаться от рукопожатия в Германии, королева. 50 лет она награждала руками без перчаток. Вот, одела, наконец. И всё это от нас идёт. Это я начал говорить ещё пару месяцев назад, а объявление на моей двери висит уже 20 лет, любой журналист подтвердит. Это всё-таки какой-то элемент защиты нас с вами. Мы с детства знали, что руки надо часто мыть, но каждый час вы не будете мыть. И слишком часто и нельзя мыть, ибо у кожи свой защитный слой. В этом опасность. Поэтому лучше перчатки. Ибо постоянно мыть руки вы только хуже сделаете. И этот коронавирус опасен тем, что именно руки это физический контакт. Обычный грипп просто чихание. Вчера кто-то чихнул, фракция КПРФ. Я вызвал скорую помощь, его увезли. Там у нас в коммунарке новая больница. Все там будут они находиться. А если он не поедет, то его будут судебные приставы туда силой доставлять. Что мне не понравилось? В заседании у президента докладывают, что приняты меры, в том числе прекращается экспорт масок, перчаток, бахилы. Ну все защитные вещи. Кроме гуманитарных действий. Даже президент удивился. А какие гуманитарные? Ну вот там какая-то страна попросит. Президенты не в курсе дела. От себя вписали разрешение, что если попросит в какой-то стране, мы направим. Нам самим нужно в месяц, мы там посчитали во фракции сколько? 300 миллионов? 450 миллионов в день. Если нормально их по три маски в день нам менять, только нам надо 450 в день. А если эпидемия 3-4 месяца, а мы, добрая душа, давайте вам, ну давайте вам, ну давайте вам. Нельзя. Ни в коем случае. Никакого экспорта, никаких защитных средств, которые нужны нашим гражданам. И соблюдать дисциплину здесь. Уже Европа все мероприятия хочет закрыть. И нам нужно отменить, мы отменили экскурсии, давайте все выставки отменим до конца любых, так сказать. Могут и круглые столы, и парламентские слушания. Вот здесь мы сидим, у нас три недели мы работаем. Поэтому нельзя здесь шутить, понимаете, когда... Вот у нас сейчас хорошо, почти нет нашего родного гриппа, да? Все приезжие из Италии, из Китая, из Ирана. А такой русский грипп, его нету, никто здесь, в России, не сам не стал больным. Ибо нет источника. Вот чем хорош авторитарный режим? Китай перекрыл уже выход коронавируса из Китая. Но это жесточайший режим, понимаете? Это жестокие меры вплоть до смертной казни. Италия нет таких мер. И она всю Европу заразит. Иран там проблема с религией. Каждую пятницу они в мечетях все собираются, огромное количество. Но вроде отменили пятничные намазы в мечетях. И Мекка, Саудовская Аравия, молодцы. Тоже авторитарный режим, но они боятся за себя. Ибо три миллиона мусульман приедут со всех стран мира. И в этом году, видимо, не будет никакого паломничества. Это тяжелейший период. Мы переживаем. Вы помните, когда была КПСС, которую я очень любил, уважал, мечтал вступить. Четыре раза. Ничего не получилось. Там нужны были тихони, подхалимы, трусливые. Такие, как Горбачёв Михаил Сергеевич. Вот такие вползали и наверх ползли. Как черви. Была сказана фраза красивая. Партия торжественно провозглашает. Нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Как мы радовались. 300 миллионов. Мы верили и сейчас верим. Этой партии нету, а мы верим. Брежнева нету, а мы верим. И сегодня скорбим, что умер Иосиф Иссорионович. Слишком поздно. Лучше бы он умер на 10 лет раньше бы. Но он умер только 5 марта. Я это хорошо помню. В детском саду. Это на всю жизнь запомнил. У меня впервые появилось политическое отношение к жизни. Ребёнок 7 лет. Бегу по калидору, а нянечки стоят у репродуктора. Большой репродуктор. И я по информации понимаю, что... И мне непонятно, какой-то дядька умер в Москве. Как ребёнок я не знал. Какая у него должность, имя, отчество. Понимаю по имени, что это мужчина. Я про себя думаю. Какой-то дядька в Москве умер. А они здесь стоят и плачут. Вот впервые я стал заниматься политикой. В 7 лет. А потом уже в школе, в вузе, в армии и так далее. И посмотрите. На наших глазах в наглую рекламируют фильмы. Сперва запрещают похороны Сталина. А в том году смерть Сталина. Все бросаются смотреть. И продюсеры зарабатывают деньги. А мы все в дураках. Этот фильм последний. Это вообще такая хроника. Та хроника, которую от нас скрывали 60 лет. Зачем? Ну жертвы были. Там кто-то плакал, не плакал. Это похороны. Нет. Дали кусочками. А теперь наконец всё вывалили. Естественно, я уже дал задание. Мне уже сделали флешку. Я буду смотреть. Всё. В кинотеатр я не пойду. И вам не советую. Всё. Возьмите у Власова. Власов, сколько флешка будет стоить у нас с фильмом про Сталина? Ну, для депутатов со скидкой дай. И в приложение перчатки бесплатно. И маска. То есть это вот проблема. Понимаете? Мы в Конституцию, наконец, за 105 лет существования с 17-го года, в уголочке, там, где про культуру, про язык пишем, и есть такой, русские государства, образующий народ. Наконец-то. Вспомнили 120 миллионов русских. В СССР было 155 миллионов. 35 мы бросили за рубежами. Напишем. Как, наконец, кто-то уговорил, да? Хоть слово будет. Русский язык, как язык государства, образующего народа. Только в плане филологии. Не в политике. Не мы, граждане России, русские и другие. А вот там внизу, вот, есть такой язык, это язык государства, образующего народа. Ну, хоть это, хоть чуть-чуть. Вспомнили через 105 лет, что есть такой народ. А пока другие обещают бросать на нас атомные бомбы. Вот там депутат Украинской Рады. Это наше воспитание. Вот она сидит, дорогая наша Тамара Плетнёва. Замечательная учительница. Честнейший коммунист. Ну, это же мы с вами воспитали тех, кто раньше американцев готов сбросить на нас атомные бомбы. И Тимошенко об этом говорила 6 лет назад. И на днях депутат от правящей партии сказал это. Представляете? Ведь нету бомбы, мы бы сбросили на них бомбу. Продолжают грабить всю юго-восточную, так сказать, Украину. Новороссию, Малороссию. Посмотрите, как хорошо турецкий парламент. Сторонники Эрдогана и противники. Да, они сцепились, потому что это судьба. Каким путём дальше пойдёт страна? Мусульманское государство, Эрдоган-халиф, Эрдоган-султан или вернуться к Кемалю Ататюрку? Турция-республика и, так сказать, никакого влияния мусульманской религии на государство. Они сцепились, для них это важно. Это переломный момент. Во что превращаются в Турцию? В средневековое государство? И всё-таки оно вырвется из этого временного состояния и пойдёт всё-таки европейским путём. А мы, к сожалению, паспорта обещаем выдавать чуть-чуть раньше. Опять издеваемся над русскими. Снижаем срок с шести месяцев до трёх. Я хотел бы узнать, а когда мы будем сразу выдавать паспорт? В любом посольстве за границей. Как это делает Германия, Израиль, многие государства. Мы отменили экзамен по русскому языку. Русский не должен сдавать экзамен. Это разве не маразм? Ведь кто это вставил? Те, кто хотели затормозить приезд русских. Давайте пусть экзамен сдают. Я же вам говорил, что один из вопросов был вот такой дурацкий. Скажи нам, значит, какое было наказание средневековой Англии за клевету? Откуда нам знать? Средневековая... Ну что это такое? Завалили парня. Я звонил, всё заставил пересдать экзамен, не задавать этих дурацких вопросов. Сейчас так мы отменили? Наконец. Ну как носителю языка заставлять сдавать экзамен? Это родной язык. Нет, сдай экзамен. И ты ещё... И мы тебя завалим. Меня завалили в МГУ в 64-й год. Частицы в русском языке. Назови, какая из них может употребляться самостоятельно. Вы знали 18 лет всего Пушкина? Нет. Какая частица может употребляться самостоятельно? И вы сейчас не знаете. И ваши дети, и правильно. Коя. Пример проведите. Коя вышел из Леха. У Пушкина в одной из ПМ. Я закончил всех с 8 марта. Одевайте перчатки и перейдите себя. Спасибо, Вадим Угольфович. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова